В данный момент Антон Богданов пытается изобразить спортсмена, но вряд ли у него что-то получается. Давайте подойдем и узнаем, что же он пытается сделать с этой ракеткой. Спасибо студия, доброе утро, Красноярск. Дай оператору Кудько микрофон, он и репортаж проведет. Сегодня утром мы встречаемся с ракетками, с инструктором по бадминтону Яковом Менделеевым, который расскажет вам, дорогие зрители, в эти последние уходящие часы лета 2016 об одном из летним увлечений всех любителей активного образа жизни в бадминтоне. Но не просто в бадминтоне, вот в этом вот, что мы привыкли видеть в фильмах Михалкова, а в настоящем суровом виде спорта. И начнем знакомство с Валана Гугусиного. Где он у нас? Так вот, пожалуйста, сейчас я к вам подойду. Расскажите, пожалуйста, зрителям, что в профессиональной используется, а что в любительской? Ну, в любительской игре используются в основном пластиковые Валаны, потому что профессионалы часто попадают, точнее, любители часто попадают мимо по Валану, бьют по его рубашке, так называемой, и портят перья. Чтобы этого не было, играют пластиком. А все профессионалы, они играют, конечно, перьевыми, все соревнования проводятся перьевыми. Гусь, между прочим, настоящий. Да, перья. Годовалый. Из гуся, правильно собранные, в такую рубашечку, вот, и пробочка вот здесь. А про разметку, вот мы сейчас находимся в специальном зале бендона, здесь вот есть и сетка, и высота особая, и какая-то разметка специально. Да, здесь особое освещение, сетка определенной высоты, разметка под парную игру, под одиночную игру. Ну, все сделано для того, чтобы проводить соревнования по бендону, чтобы соревноваться друг с другом, играть. Яков занимается уже этим видом спорта пять лет, и сейчас он покажет нам, как различить мошенника, даже различить человека, который говорит, да я бадминтонист с бадминтоном. Эхо какое, да? Бадминтон, погоди, покажи, пожалуйста, сейчас заканчивается время. Да, да, да. Вот. Надо поднять баланс, пожалуйста, ракеточкой. Я могу так сделать? А можете Лёв сделать такую? Да, сейчас, посмотрите. Нет, не могу. Научусь ли я этому? Узнаем в следующих включениях. Марина Александр.